Всем привет! Эндемический зоб это распространенное заболевание щитовидной железы, характерное для людей, проживающих в регионах с дефицитом йода в почве. Некоторые медицинские исследования показывают, что если люди живут вблизи океана, то они реже болеют зобом щитовидной железы. В первую очередь при эндемическом зобе нужно начать применять морские водоросли. Поделюсь с вами самыми эффективными народными средствами для лечения зоба, которые содержат морскую водоросль. Суп из свиной кости и бурых водорослей. Полкилограмма свиной кости, одна чашка сухих бурых водорослей, промыть и замочить в воде 1 час, вскипятите свиную кость в 8 чашках воды, затем удалите жир, пусть кипит на слабом огне 1 час, добавьте водоросль и продолжайте кипятить еще 30 минут. Водоросль с морковью. Одна чашка водорослей ламинарии, вымыть и замочить на 1 час в воде, 1 нарезанная морковь, 1 столовая ложка мелко нарезанного весеннего лука, 1 столовая ложка оливкового масла, полстакана воды. Соедините все ингредиенты и варите на медленном огне в течение 15 минут. Добавьте небольшое количество воды, чтобы блюдо не сгорело. После приготовления добавьте небольшое количество соевого соуса или соли с пряностями. Хочу обратить ваше внимание на то, что и аюрведа, и современная наука рекомендуют регулярно употреблять в пищу свежие огурцы. Благодаря высокому содержанию йода, эти овощи особенно полезны при эндемическом зобе. Также полезны следующие ягоды и овощи. Плоды черноплодной рябины, крыжовника, черники и малины, тыква, баклажаны, лук, чеснок, черная редька, свекла, молодые листья дуванчика и яблоки. Еще поделюсь с вами тремя народными средствами для лечения зоба. Кроме морской водоросли, они содержат богатые витаминами и успокаивающие травы. Народные средства для лечения зоба номер один. Слоевище ламинарии 5 частей, листья мяты 1 часть, трава сушеницы 3 части, трава тысячелистника 2 части, плоды шиповника 2 части, 1 столовую ложку сбора, залейте пол-литрами кипятка, настаивайте 8-10 часов, принимайте по 100-200 миллилитров 3 раза в день. Народные средства для лечения зоба номер 2. Плоды боярышника 2 части, плоды шиповника 2 части, трава душицы 2 части, слоевище ламинарии 3 части, плоды укропа 1 часть, корень валерьяны 1 часть, 1 столовую ложку сбора, залейте пол-литрами кипятка, настаивайте 8-10 часов, принимайте по 100-200 миллилитров 3 раза в день. Народные средства для лечения зоба номер 3. Плоды боярышника 3 части, плоды шиповника 3 части, трава зверобоя 3 части, шишки хмеля 3 части, цветки календулы 2 части, слоевище ламинарии 4 части, трава пустырника 4 части, трава шалфея 4 части, 1 столовую ложку сбора, залейте пол-литрами кипятка, настаивайте 8-10 часов, принимайте по 100-200 миллилитров 3 раза в день. Приведенные народные средства можно применять не только в лечебных целях, пригодны они и для профилактики эндемического зоба. Надеюсь, это видео было полезным для вас, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.